проживание старших и младших арканов для тех кто хочет начать свою жизнь с чистого листа ну что мои прекрасные я приветствую вас в основных пространствах нейроветьми усаживайтесь поудобнее настраивать свои радиоприемники на волну до позитива и хорошего настроения да и начинаем наш концерт по заявкам с вами диджей нейроветьма и сегодня мы послушаем до три композиции три варианта даже он и его бывшие да он и его бывшая до 3 трека ладно да по многочисленным просьбам я это делаю потому что я же вы понимаете что я так это такой избирательный диджей я стараюсь сильно там это подрывать свою репутацию высокоинтеллектуальной дамочки и потому как то вот эти сплетни я не особо вообще не особо даже если я там с девчонками хожу куда-нибудь погулять поглазеть да на народ себя показать я правда не люблю сплетни вот верить мы вообще не сплетничать нам бы есть что обсудить вот потому что в мире много всего прекрасного но я опять же понимаю что когда я была в состоянии драмы я когда была дико неуверенно в себе конечно я что он что-то могла подозревать собака подозревака а вот еще у меня такие сегодня собаки подозреваки давайте смотреть я что-то еще думала каким образом выстроить расклад для вас потому что в принципе а если бы я хотела прям копнуть туда занырнуть в клаку отношений вашего мужчина с его бывшей женщиной я бы это дело в противогазе да в водолазном костюме и в закрытых раскладах на монара и вот там бы конечно я так смотрю что вы бы да много кто выставил бы его чемоданчик на улицу чё такое монара монара знаете ли это прям химическое оружие наше про убийственное просто я не знаю ни одного крутого курса по монарам вообще просто не знаю ни этого крутого курса потому что я действительно считаю что я лучшая ведьма работающая на монаром вообще просто вот во всех прострациях да во всех там временных промежутках вот круче чем я монара никто не смотрит и ну поверьте мне я достаточно объективно я просто думаю говорить в модели не говорить ну короче знаете вот меня вот настолько мне это нравится делать что я это могу реально делать 24 на 7 и вот если бы я сейчас допустим какую-то распаковку проходила бы да какие-то юные менеджеры говорили мне вот ай давайте вы мы еще какие-то источники найдем вашей экспертности до вашей проявленности вот что бы вы делали 24 на 7 если бы вам там не нужно было ходить на работу да там зарабатывать деньги там и прочее я бы сказала ребята я бы снимала монара я бы реально вела подкасты по этой коллозе вообще просто я бы если бы была личная возможность просто выразила бы огромнейший респект автору просто всего всей этой прекрасной вселенной которая меня просто сумасшедше включает это все а потому что да вот здесь вот конечно меня прям не заткнуть я там под музычку под хорошую там какое-нибудь освещение я же могу конечно прям это все разбирать часами я этим горю как бы и я решила что это искусство не должно уходить в стол не должно потому что это все таки перформанс это иммерсивный перформанс вы в это все вовлекаетесь вы получаете очень крутые инсайты вы становитесь участниками события несмотря на то что расклад общий вот собственно поэтому я это все вела в закрытые расклады да как бы я хитрая потому что я немножечко хоккнула систему в том плане что если бы я это делала в открытом доступе на ютюбе вот извините меня это было бы просто какой-то скомканный формат потому что я прекрасные женские мужские тела не могу показывать в открытом доступе а поверьте мне это кощунство до зарисовывать их черным маркером да и чтобы безжалостный до технический робот в общем не засунул до твои как это прекрасные расклады до бан я так не хочу будет я ценю вас ценю свое время потому я все вела я увела это все по подписку сделала подписку минимальный абсолютно для чего для того опять же чтобы собрать страждущих до посмотреть себя на монаром потому что так как смотрит манара не смотрит ни одна колода я знаете ли в каком-то голодном поиске и мне очень важно очень интересно как практику который не один год работает с колодами таро чувствует и понимает их и считает колоды живыми ничего важно на чем я работаю я избирательная просто до ужаса не избирательна по отношению к людям по отношению к себе что я ем как я одеваюсь да с кем я общаюсь какую музыку слушаю и на каких колодах таро я работаю до кому-то я могу конечно дать шанс вообще но бывает это так все а потому да вот мне это все важно вот эту эстетику я вам передаю я думаю что может быть я даже через какое-то время сделаю что-то прям какое-то красивое иммерсивное с монаром может быть это уже какой-то оффлайн формате случится у меня зреет это все но приобщиться опять вы же можете там большое количество закрытых раскладов я уже сняла для вас а вот последний а кстати по такой внутренней статистике да которые существуют давно как бы внутри моих каналов для тех кто на меня подписан мне сказали что он самый хайповый самый хайповый потому что наверное болезненный а потому что монара позволяет скрывать очень глубокие пласты и можно ходить допустим там не знаю полгода к терапевту неважно да в какой школе там терапии собственно какое направление потом и не докопаться до того что видно на поверхности вот так вот монара показывает и ты смотришь на себе в зеркало и видишь себя таким ли такой какой-то невед окружающий она знаешь ли не всегда правда приятно но зачем это нужно но вот ты туда посмотрел во-первых это может быть твое прошлое а во вторых это просто живой сформированный запрос в терапию и ты просто знаешь уже как бы не мучаешь себя ты понимаешь чем тебе идти ты это проработал где-то там что-то поплакал там выкинул да все этого нет больше твоей жизни а события твоей жизни они больше не связаны с той травмой которые ты проработал соответственно все это чистенький ты вот все завязал ты все у тебя рехаб ты восстанавливаешься до следующей конечно зависимости но это просто бесконечные процессы у меня нет ничего написанного про монара то у меня есть много изученного потому что я изучала все это попсу которую вы естественно тоже изучаете потому что она повсеместно на всех формах там да все мы знаем книги вот эти все я когда-то чё-то одним глазом да пыталась да но связи тем что я достаточно долго работаю на этой колоде она у меня уже давно с авторскими трактовками по подписке есть трактовки соответственно и вот как раз закрыты расклады которые просто взрывает ваше сознание все давайте смотреть рассказала все что хотела на других колодах я тоже люблю работать вот это мне нравится например вот эти у меня кусочек коробочка называется на таро сознание от скоробеев не помню дочь вторая черном короче где-то на вот может быть если вы меня попросите я может быть вам сейчас мы посмотрим когда зайдет эта вся ситуация я посмотрю по обратно связь вы можете вам еще и закрыто расклад на эту тему сниму и на другой колоде и понятно что и там будет совсем другие подробности а вот сейчас вот посмотрим может быть по лайту получится зеленый оранжевый синий болталка была такая долгая потому что я с одной стороны ухожу сопротивление а с другой стороны сумасшедший накачиваю себя энергией потому что иду конечно еще просто сейчас туда куда не хочу идти даже грустные смайли на столе ну что денежки здрасте такой же дела зелененькие он его бывшие он его бывшие что садитесь подобнее мы начинаем пристегивайтесь до пристегнулись полетели может быть вам нужно налить что-то покрепче чтобы выдержали информацию как я вчера общалась с стоматологом я бы слушай вот если я села к тебе в кресло я попросила и ты взошел гребки попросила поменять по что-то такой короче брутальный перс вот плюс еще там с пирсингом он гритами ты не парься горит пациент типа джин короче наливаю я так смеюсь говорю что вместо анестезии горит ну как пойдет как пойдет так вот собственно знаете я сегодня вполне возможно буду вот этим вашим хирургам кому с анестезией кому с джином да джин дай на счастье лапами давайте мы его вообще посмотрим да просто вот человек ой мальчик мой попей водички да попей водички потому что мы тебе сейчас будем жестко препарировать это муж муж облился груш десятка пентакли перевернута ну что у него странные представления же относительно семьи да мы это видим ты знаешь вот как бы он даже не пыталась построить семью такое ощущение что у него что-то как-то все не срастается могу сказать что очень классный семью товарищ карта мне это не говорят да десятка пентакли но вот рассмотрим у нас перевернутая и это знаешь как отрицательно накопленный потенциал и вполне возможно опять же мы же будем смотреть бывшую дать человек получил какой-то негативный опыт из этого всего и скорее всего получал его знаешь регулярно но при этом пытался собственно видеть свет конце тоннеля об этом семерка жезлов говорит и собственно да постоянно ходил по лезвию бритвы поэтому него негативные скорее всего просто собирая разбитое сердце на после прошлых отношений что давай так что ты знаешь да относительно его прошлого до относительно его личной жизни в прошлом что ты знаешь что он мог тебе рассказывать возможно ну то есть смотрите ты там с ним общаешься дал по невозможно он либо перекручивать либо сгущает краски тебе конечно если есть возможность его бывший пообщаться потому что я на тебе печенье другое ты рассказала ну что давай я прям предвкушение у меня нет хирургических перчаток но сейчас знаешь брызнет со всех сторон будем удалять до на живую давай что он мог тебя рассказывать на его версии событий чё было в отношениях и по версии событий так ну посмотри как он бедняга у тебя там денежки зарабатывал я так старался да так вот машина может хотел новые купить было старая все что что там купил чё еще пашпин так и десятка мечей а вот собственно все вот как-то было не то да все не получалось соответственно да может не получалось деньги зарабатывать может учу-чу а еще кстати у них могла быть некая проблема с деторождением да или дети с особенностями здоровья сейчас я немножко посмотрю такие шну это так понимаешь такая точечная информация на нас бывает нас пространству чё там с детской темой у ребят но он очень этого боялся кстати да по четверками чекс эти детей может быть и нет дать что я правда не и давай так а я не вижу энергии отцовства вот как бы там ни было энергии отцовства в твоем перце нет четверками чай перевернутый начальник не предполагает вообще то есть даже если она там чего-то хотела это его внутренние страхи он вообще себе не видит и больше бойцем быть или он для себя там что-то решил понимаешь у него дикий страх отцовства и ее версия событий на это его то есть давай ну давай так короче что он вынес из тех отношений что он вынес из тех отношений давай так научился на наш как научился от нее защищаться как он говорит дам паш мячей перевернута вот эта пятерка кубков ты знаешь вот по чесноку что вот он понял скорее всего что все-таки у него есть некая зависимость от нее потому что видишь как она ему как будто не дает вернуться или не дает ситуацию прояснить что-то знаешь вот между ними все таки есть сквознячок это однозначно и может быть он тебе поэтому говорил давай так а у тебя говорил еще что он с ней общается и общается ли вообще да и ты знаешь скорее всего что он общается потому что видимо карта умеренности да у нас семья сушат и тогда кто а ты тогда кто есть карта умеренности туз пентакли подразумевая что у него семья ох был бы закрытый я бы так выругалась реально как сапожник или сантехник я бы так выругалась сейчас но к сожалению не могу хорошо где и версия событий и и версия событий что у них смотри вот а королева жезлов но вот это все равно ощущение не удовлетворения перевернутые позиции до девятка пентакли понятно а тут наверное вот я так называю это синдром королевы до синдром принцессы он недостаточно хорош соответственно девчоночки скорее всего ну то есть его там бывший да вот эта вся история но как бы незрелая позиция относительно того что это не должен по жизни ну да вот королева жезлов закрыты до позиции девятка пентакли еще одну не нужна что модная ситуация смотри ну вот вот это ощущение относительно вот этого персонажа но одинаковые что видимо у нее что у тебя потому что здесь у него недораскрытый потенциал все недораскрыты и я так собственно понимаю что может быть она тоже пыталась до помочь типа ему раскрыть потенциал но опять же в свою пользу да чтобы он что он больше денег зарабатывал там либо более какой-то известный востребованный но дальше смотри карта смерти девятка жезлов то есть вроде как они дал ну-ка знаешь как уже договорились все разрешились как море кораблю но чего-то нет что-то нет давай сейчас какие связи он с ней поддерживает сейчас то я вообще знаешь хотела облегчить себе ситуацию и разложить там м чуде то только под не по отношению так к тебе по отношению к ней немножко по-другому с тобой поступим наверно так и сделаем потому что будет почти честно да но сначала вот да бытовые вопросы с тобой смотрим а вот он же с ней общается и что до семерка кубков туз кубов черт до картина маслом все же картина маслом да кто-то вышел из иллюзии относительно чувств эмоций но как бы все вроде до закрытая ситуация нужно идти дальше нужно закрывать то что не сбылось нужно оставить чувств в прошлом если там давая так каким-то любовные переписки бумаг слышу мне ощущение что него как будто появляется вы больше возможностей и поэтому он что-то может делать для нее больше до чем то что он делал раньше потому что здесь вполне возможно до попытка вернуть что-то ну потому что может дети кстати есть восьмерка пентакли перевернутая да то есть вот как будто знаешь человек ждет попытки заново выстроить то что не выстроилась хорошо окей давай так одной карты ты сейчас для него да и сейчас для него потому что хочется а как же я да я же лучше бывший сейчас для него ну как говорят господа термологии ты для него ценная женщина как много женщин ценных хороших но тянет на плохих ну и вот чё там ценная женщина да и что там ценная женщина императрица луна ах ты ж какой шельмец потому что он сомневается что ты ценная женщина переигрываем знаешь срочно да то есть вот она что такое типа она женщина моей жизни или не она потому что он от тебя скрывает что он все-таки сердцем еще не сделал выбор сердцем не сделал выбор но у него по четвертый кубков у тебя пожалуйста карта а чёткое ощущение что он все может просрать потерять и видимо потерять двух женщин потерять двух женщин котик тремя картами m2d по отношению к вот этой женщине да мысли по отношению к этой женщине да чё мысли но все ничего не получится дес аллилуйя все или может знаешь если она опять же у них там там дети на как бы тянет деньги да вот по семерке пентаклей закрыть эту лавочку чувство к ней чувство а вот сейчас мы посмотрим потому что башня знаешь на и обновление может дай и все в финал и финальная история башня верховная жрец семерка мечей да он запутался а ты знаешь вот он запутался и чувство к тебе чувство к ней тут он такой знаешь это стрелянные зайчик потому что явно может быть измены были в их отношениях на верховная жрица семерка мечей башня знаешь какая тут какая-то нездоровая херня боже какой она нездоровая вы точно в официальных отношениях потому что он же ее семьей считает и он почему-то очень боится что она про тебя может узнать что-то какой-то дичи такая знаешь очень боится что на кислород перекроют она очень ну знаешь как он боится что она может узнать что у него кто-то мог появиться наверное ты скорее всего видишь то как будто на ком-то мог заново жениться или еще что-то не за может он что-то обещал я дофига типа это там а я потом женюсь или там решу проблемы а тут как бы собственно нет ты уже есть и я даже не совсем понимаю вы чё а вы с ней общаетесь этой женщины рыцарь кубков колесница суша есть ощущение что вы могли как-то пересекаться но повздорить наверное да что-то было какая-то видим попытка прояснения отношений или чуть-чуть короче и вот остановка произошла в прояснении отношений давай так от давай так ты про нее узнаешь так нос вполне возможно да сказал что он с ней закончил тройка жертвов привернута она против знает шестерка пентаклей да она про тебя знает но такое ощущение что они что-то короче говорит что у вас типа нету близких отношений о чем говорит про тебя жезлов привернута стерка жезлов это не то что ты думаешь что у меня типа с ней ничего нет ли я с ней не сплю что такое короче уже какой гадкий человек я хочу закрывать расклад мне вообще все не нравится что он очень много врет я ненавижу людей которые врут и мне прям хочется очень уставку и это да и прям по справедливости прям теперь убануть по твоим шарам а действия по отношению к ней а он собирается все таки действует смотри да рыцарь пентаклей шестерка жезла то он к ней хочет вернуться вот этим победителем ты моя женщина там собственно денег не хватает короче с денег не хватает очень сильно он злится ли денег или статуса да и он прям действительно ждет какой-то прям шанс на все не короче от этого гадко я хочу пойти помыть руки и лицо и еще просто помыться полностью солью лавандой ищет этом себе не прикасаться потому что грязище здесь моя девчоночка не вас очень жалко не вот очень странно почему собственно вы еще чемодан не выставили за дверь до чемодан чемодан да вокзал родной зажопинск не относится конечно ваш какой-то карманный аксессуар он вас развлекает и вы что-то не хотите близко к сердечку подпускать то может быть вы просто в курсе всего упаси вас темные богини бороться за этого мужика поэтому сейчас сходить я не знаю в какой-то спа да и вот это давайте прям хамам прям потрите чтобы вот это вот просто присутствие этого персонажа вот из вашей жизни стерии а он чего короче он собственно выбор то не делает вы что же видимо какая-то классная ресурс на еще чуть чувства есть вообще по отношению к вам тройка пентакли перевернутая королева пентаклей луна суши нет здесь нет чувств здесь ощущение что он очень дико боится что вы пошли у себя в белой дорогой его зона комфорта закончится так булочки ну что я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами я надеюсь что у вас не такая трешовая картина знаете вот когда сами выбираете вот эти расклады на бывших короче смотрят чего вы ожидаете потому что как правило в общих раскладах будет всплывать просто максимальная драма почему потому что это же как бы коллективное бессознательное будет подкидывать самые яркие и скорее всего до ситуации прямые перевернутые позиции я читаю вам и так и так я знаете вот с вот этой всей грязью не сталкивалась со времен работы наверное и на twisted tales помните это таро перекрученных история вот это конечно мне шла от решения там совсем потом что-то аудитория сменилась вы перестали просить эту колоду хотя знаете если по большей части до события как-то драматически то община любой колодец видно кто перед нами давайте а сигнификация вашего этого персонажа я надеюсь что не обижаюсь не обижалась кто-то говорю персонаж вот пишем это честно говоря все равно бежать всего ли нет расклад же общее это же не говорит о том что у вашего ваня и такая степень важности что я прям проснулась и как стала его обижать знаете окей что за мутный тип кого вы мне пригнали здесь карта луны потому и пригнали да что мутный мутный вот это муть какая-то на чё там наш мутный тип чё ещё короче вот ощущение девочки да что что-то в отношениях изменилось и что вы понять не можете потому что явно он чё-то скрывает и вы пришли ко мне посмотреть что именно скрывает и вот эта история что типа он может общаться с бывшей это одна из версий но я еще посмотрю вы знаете ли нет наверняка потому что он может еще с кем с какой-то новой общаться на луна да вот да луна страшно сон дурак да то есть мужик вот явно нас собственно да намылился короче куда-то приключение жезловый луна страшный сон дурак я хочу сказать что это у вас просто какое-то предчувствие на предчувствуем почему предчувствие потому что может быть знаешь какое-то внутреннее ощущение чтобы типа охладели друг друга и ты такая а ты что кого-то нового нашел да то есть он видимо уже не смотрит на вас как на хлебушек хорошо давай по честному чё луна по отношению к тебе давай что скрывает луна что скрывается за тучами когда нам не видно светило да какой-то женщина правда тебя может скрывать смотри что там страшный суд он очень боится до прояснений ситуации прозрение смотри он очень боится что откроется тайна десятками еще верховный жрец он той тайны очень долго скрывает эту тайну долго скрывает что-то еще шестерка мечей король мечей вполне возможно что он может с кем-то наш как начал общаться или там вернулся но из позиции достаточно токсичного короче чувака или он понял вообще что он был токсичным сейчас разберемся такие а вы подозреваете ли вы четко знаете давайте общается ли он со своей бывшей что давайте эту тему закроем тоже пойдете этот у меня примите душ там вот потрете себя свою нежную шкурку и забудете это все как страшный сон потому что смотрите у них тут любовь морковь десятка кубков паш пентаклей как на старые дрожжи смотрю на старые дрожжи с хочу общаются он рассказывает как ему трудно а чего трудно десятка жезлов четверка кубков как он задолбался как его ничего не радует как он сильно скучает что про вас говорит говорит ли вообще чуть немного поймете давайте так девчоночки вот если все таки про вас говорит это про то что может быть ему какой-то тепла и нежности не хватает на потому что на вас какие-то очень такие жесткие карты как будто вы его объюзить и бьете может быть может он правда ей говорит что вы его бьете паш мячей смотри девятка жезлов прям палками лупите посидели короче на подвал на воду и хлеб жалуются как с вами плохо так когда общается чё хочет прояснить ситуацию до семерка кубков колесница цветка мечей вы знаете иногда просто вот ну общаемся с бывшими просто как с друзьями они как друзья общаются цветка топли восьмерка кубков кстати вот здесь очень странный формат общения потому что она тоже можете ему рассказывать относительно своей личной жизни а ты-то чудо я этого там типа женился и там допустим где женщина я такая ну я типа этого такой то у меня чуть не ладится так когда типа у меня чуть не ладится все типа не то короче да и вот этики знаешь это могут как будто вот прям совета друг другу давать ну окей хорошо у нее есть чувство к нему восьмерка жезла четверка жезла не могу сказать что чувство послушаем наверное знаешь про то что как будто жизнь раскидала в разные стороны да вот что такое вот потому что вполне возможно у нее тоже могут знаешь уже быть какие-то отношения и на эмоционально прям переключилась куда-то хорошо а у него есть чувство по отношению к ней у него есть чувство по отношению к ней четверка меча а он ничего не знает у них виртуальное до общения до четверка мечей перевернутая двойка мечей вообще тоже постарается короче туда не думать но почему-то ты знаешь ощущение что он как будто вот в любой момент может их вернуть ну слушай может быть когда-то не была такая история что вот поскольку они там допустим бывшие но при этом как бы да в хороших отношениях то в принципе у них например могли быть эти да взаимоотношения да как не бенефиц да с привилегиями да заходишь и бывший да на старые дрожи вспомнить какие-нибудь постельные успехи нам же типа было хорошо да там что то вот такое знаете бывает же типа что это считается нормальными да периодически бывший появляется в качестве любовников есть ли у них такая история да то есть он с ней он бы хотел давайте так если она в прямом доступе он бы хотел ну знаешь как вот он такой пробивает он среди реально может пробивать там не серебрует что то вот это все ну он бы хотел по честному он бы хотел ой слушай знаешь почему ты хотел бы ну потому что это реально вот какая-то вот вот ситуация когда люди достаточно давно были вместе и здесь какая-то знаешь прям память именно близости запаха тактильности может быть каких-то моментов да проведенных то есть он прям это скучает вспоминает вот это отшельник солнце как ему хорошо было понимаешь так как ему хорошо было ну давай так объективно вот собственно он он как бы хотел бы вообще вернуться жить там вот это все отношения с ней хотел бы рыцарь кубков привернут рыцарь мое старается об этом не думать он старается об этом не думать может быть а были какие-то попытки с его стороны по отношению к ней да кого ли кубков да были с его стороны были попытки по отношению к ней видимо подкинуть туда дров вот но она его отшила да мне кажется что вы с ней можете дружить потому что нет ну то есть как бы это вот а она нет вот нет давайте так она вообще для вас опасно может нормальная девчонка откуда мы знаем перевернутый эрафан тройка кубков да я не могу сказать тут наверное какая-то знаете история что может быть правда если бы вы с ней как-то поговорили бы да то ситуация прояснилась для вас больше претендует ли она на возврат вашего мужчины король шестов поклей шкуков знаешь вот у нее почему-то четкое ощущение что чтобы кто бы у него там ни было а он все равно до нее ну как короче он в нее до сих пор влюблен понимаешь вот есть у него такое давай так а ты вообще кто вот в его жизни сейчас на данный момент а ты вот скорее всего вот эту жизнь прям поменяла да изменила башня башня и звезда а наверное женщина смотри старший аркан здесь нужно принимать очень важные решения скорее всего да потому что ты его новая любовь ты его новая жизнь понимаешь ты его реально новая жизнь несмотря на то что например там бывший может говорить о том что вот от тебя чего то не хватает любви там нежности да то есть а давай так он с ней тебя обсуждает слушай но если у них настолько доверительные отношения что он ей как бы говорит о том что да мне ну то есть он про вас говорит да что вот все вот я как хочу а чё не подожди ну а он женится на вас что-то не могу понять потому что послушайте девочка если он ей про вас говорит он про вас хорошо говорит то есть вот этот момент там что-то троллинга и серия что-то может быть вот там типа любви нежности не хватает чё но он про вас говорит хорошо да смотри шестерка жезлов как бы паш кубков потому что он говорит с нежностью он действительно может вами гордиться да там может быть рассказывать про какие-то ваши успехи да что действительно она там много работает да или какая-то вот это у нас там сложно может быть там выстроить отношения там из-за занятости или из-за того что она там как-то прям это все вот а если он как бы женился на вас потому что он там пентакли как бы он тоже рассказывает да он реально рассказывает и при этом вот каким бы он ни был товарищем да все таки если у него есть отношения да он не будет говорить про отношения плохо не будет говорить про отношения плохо есть не знаю что ну ну пусть общаются да да пусть общаются четверка мечей девятка кубков ну знаешь вот какой немножко для тебя момент опасности у него действительно может еще оставаться да какое-то желание да по отношению к ней который он тщательно давит гащи потому что ну вот 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 слушает ну как тебе сказать я не могу сказать что там какие-то измены или еще что-то есть мышцы будет не видели а вот какие-то вот периодически знаешь в лесбеке могут проскальзывать ну это не про то что у них там какая-то связь любовная там еще что-то вот по первому варианту там все было понятно а вот нет здесь на самом деле приоритет больше все таки приоритет больше вашу сторону так оно все знаете по вспоминать окей а друйчик ну что я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами бывшая бывшая семья за спиной говорят плохо да да не всегда кстати чё мы так решили что всегда плохо мне кажется это вот какая-то абсолютно здоровая да позиция когда мы про буш и говорим нормально или нейтрально это значит что они нас вообще не триггерят как-то не цепляют а вот когда мы плохо говорим значит все таки какие-то обиды остались окей кто перед нами кто перед нами кто перед нами кто перед нами мои прекрасные да человек который тоже запутался в себе который хотел бы разобраться все уже там четверка мечей а человек у которого есть какие-то тайны он их очень смотри прям долго хранит он что-то не может скрывать он уже совсем прям лезет из него да все четверка мечей пожезлов скрывает что есть возможно что-то новое ну что он скрывает что он что-то прям сдерживает себя кто-то ему кто-то нравится достаточно давно при этом да но как будто что устал ждать или понимает что там ничего уже нельзя построить он что ждет чего-то развода там то есть получается что есть женщина чьего развода он ждет все никак не может дождаться а чем вообще сейчас в личной жизни вот это конечно его накрыло но я так понимаю что вот все вот он ждет прям прояснение какой-то ситуации может знаешь что-нибудь из серии да да давай уже твой муж чтобы про нас узнал сколько можно да тройка жезлов девятка мечей давай так он бы хотел чтобы женщина сделала выбор и она его выбрала это вы сразу давайте а вы кто для него в этом перевернутый император вы кто интересно конечно а почему у вас мужские энергии а вы кто для него вы любовница а вы любовница здесь любовница с какими-то строгими достаточно моральными принципами ну странно то что ж мы смотрим вроде и на бывшую да но при этом я тоже не вижу вас в статусе официальная женщина а вы не официальная да и вы женщина карта солнце четверка пентакли подожди нет у вас даже дети могут быть совместные карта солнце четверка пентакли тройка мечей знаешь может наш такой союз который в принципе чё уже ничего в нем нет да тройка мечей двойка мечей просто знаешь когда люди по привычке живут я не могу понять отношения к вам вообще потому что я когда смотрю мужчину энергетически я вообще рядом с вами не вижу чё за хрень что за хрень что вы мне тут подкидываете я хочу понять выясним в официальных отношениях ну вот смотрите и да и нет потому что вот вторая колода тоже мне это показывает короче смотрите и да и нет пятерка ничего не хочет чего-то официальных отношений почему повешен относительно официально что за фигня ему вообще-то сложно в этом не видит ценности все приехали так он в этом не видит ценности слишком сложным все его задолбало слишком душно все напрягает well разобрались с этой всей ситуации такие почему тогда вас любовница это считает а при слове что ну вот карта показывает что у вас отношения он все равно вас любовница считает то есть он как-то не вписывает вас на роль жены или что ли вы временная какая я вообще не могу понять объясните мне пожалуйста как это он вас не видит официально женой карта показывает что вы типа в отношениях он почему-то вас видит любовницей и при этом мне еще показывает что он ждет чего-то развода хорошо сейчас я разберусь уже какая санта барбара давайте попроще что за турецкий сериал мы все таки смотрим его бывшие иначе нам бы поле не подсветило это все давайте так его бывшие замужем ну с кем-то живет ну короче давай так не одна да карта силы карта мага умеренность да все если она не замужем мы не смотрим вот это замужем это сто процентов замужем есть ощущение что замужем возможно не один раз потому что ей не сложно выходить замуж все вот смотри карта силы мага умеренность то есть женщина который в принципе мужчинами управляет этим видимо вашим тоже женщина который мужчинам нравится да окей она замужем и получается что он что ждет ее развода сейчас подожди если она замужем да почему нам показывать женщину и он ждет чтобы она развелась ждет ли он чтобы она развелась двойка кубков да он очень ждет чтобы она развелась или стала свободной видим все пазлы складываются спины конечно пипец какие там сложные сегодня у меня очень сложные он значит ждет чтобы она развелась и что и тогда вот здесь она разведется он об этом очень много думает типа вот если бы она была свободной а вот мы смотрим повешенным потому что муж нужно на ситуацию смотреть как-то по-другому а если он ей говорит короче вот давай типа ты вот ради меня разведешься а он понимает что она ради него не разведется боже вот это хотя бы умная женщина вот она ради него не разведется он бы хотел все ясно ясно но ждет все равно какие-то шансы так а чего вот собственно вот если она свободна то что он хочет вообще от этой женщины любой хочет ммм ты знаешь в чем прикол вот ты вроде и остаешься понимаешь вроде она есть а если вот она собственно свободна если она свободна он тебя бросает ради нее если она вдруг свободна он тебя бросает ради нее туз пентаклей карты мира король жезла дурак них да потому что ему вот почему то кажется сушен может она в каком-то более успешным статусе нежели ты может еще чего потому что вот ему вот почему то кажется действительно что вот с такой женщиной как она он заново действительно мог бы да мог бы но у меня ощущение что она то ли в другом городе короче то ли в другой стране вообще Видишь, что у Спинтакля, получается, карта мира, да, как бы король жезл. Вот вполне возможно, даже достаточно удачно замужем. Он, короче, вот туда смотрит и облизывается, да. Облизывается, когда туда смотрит. Он, знаешь, как в замочную скважину туда подглядывает, знаешь, и даже не смеет дышать, когда вот туда смотрит. Он наблюдает активно за её жизнью, да, и что он там, собственно, видит. Да, вот такая, как она, она меня, значит, больше не подпустит к себе, да, всё. По правосудию, нет. То есть он бы, конечно, хотел, потому что вот сто процентов, да, что-то может, она там замуж вышла удачно, как-то изменилась внешне, ничего. И он тут, видимо, воспылал, да, своим вот потухшим жезлом. Осознал, что там... Ну, давай, по-честному, что по отношению к тебе? Что по отношению к тебе? Десятка Пентаклей перевёрнутые, Паш Пентаклей. Твойка Пентаклей, десятка мечей. А с тобой быт, рутина, бытовуха, всё скучно. А там, значит, какая-то царица, типа, его ждёт, да? А с тобой быт, рутина, бытовуха. Чувства есть по отношению к тебе? Ну, шестёрка Пентаклей, двойка Пентаклей, шестёрка мечей. Давай так, а что есть в ней, чего нет в тебе? Я сильно не вижу там чувства, есть ощущение привычки, да? Потому что там мне очень приятно, я не стала говорить. А что есть в ней, но нет в тебе? Что есть в ней? Лёгкость, да? Может быть, молодость? Что ещё у нас ощущала? Что там есть? Она что, как будто не демонстрирует свою ценность, что ли, да? Шестёрка мечей, восьмёрка кубков. Она какая-то очень лёгкая на подъём, да? Шестёрка мечей, восьмёрка кубков. Ирафант, луна. Я не знаю, может быть, её достаточно легко говорить на какие-то тайные встречи. Ну, нет, она же не уговаривается. Но он же вот прям, ему бы, может быть, этого хотелось. Потому что я так понимаю, что как будто она, как будто может всё бросить. Например, знаешь, там, типа, легко приехать. Или у них там, может быть, есть какие-то места там для встречи, ещё там чего-то, да? А в тебе вообще что есть? За что он держится? И почему он там не с ней? Чё к тебе, да? Король Пентакли, солнце. А ты очень стабильная, да? Стабильная? Давай так. Ты стабильная, удачливая, успешная, да? Стабильная, удачливая, успешная, да? То есть он прям вот считает, что ты прям какой-то, я не знаю, может быть, что? Четырёхлистный клей. Ты, говорит, удача, да? Удача. У тебя в жизни... И он, конечно, из-за этого всё держится. Естественно, держится. Но вот когда он смотрит туда, да? Вот эта бывшая, которая, видимо, что-то успешное, может, там, знаешь, по миру путешествует, может, ещё что-то. Чё он там видит вообще, да? Чё он там видит? А он там видит на самом деле какие-то эти просранные шансы. И что, хотел бы? Вот она его когда-то, слушай, либо отшила, либо сказала, что недостаточно хорош в чём-то. Он бы хотел, короче, реабилитироваться, да? Хотел бы, на самом деле, короче, взять реванш. Чувства у него там есть по отношению к ней? Пятёрка, Пентакли? Нет, там нет. Там ощущение, что вот я тебя хочу просто вот так вот щёлкнуть по носу, да? Щёлкнуть я тебя хочу. Ну, вот что, типа, ты меня когда-то не оценила, и я вот, посмотри сейчас, я какой стал. Но при этом он видит, что она тоже очень сильно изменилась, да? И у него есть ощущение уважения к её изменению. Может быть, она внешне изменилась, может, денег стало больше зарабатывать. Да, есть вот это всё. Ты знаешь, ощущение, что она его когда-то просто не выбрала, а может быть, выбрала какого-то другого парня, соответственно, потому что здесь какой-то момент ревности был, видимо, уже прояснение отношений. А она вот как будто вот всё, Ксения подпустила. То есть она вот как бы дала понять, что тут какой-то парень лучше, чем тот, на которого ты смотришь. Вот это, понимаешь, какая-то мужская всё обида в нём кипит. Опасна ли эта женщина для тебя? Семёрка кубков, паш, мечей. Нет, тут, наверное, знаешь, такая история, что есть ощущение, что ты по третьему варианту очень много знаешь, да, делаешь какие-то выводы, и при этом выводы себе на пользу. Я не могу сказать, на самом деле, что эта женщина прям как-то опасна. Ну, тебе смотри совет, да. Совет тебе не держаться за человека, на которого ты смотришь, потому что таким образом ты будешь как будто, знаешь, вот это вот всё, прям передавливать ситуацию. Тебе просто нужно быть прям по лайту, прям вот, знаешь, как в энергиях звезды. И вот это, знаешь, смотри, восьмёрка Женг, девятка Пентакли, да. И тогда, соответственно, его дьявол снова переворачивается в твою сторону, потому что, в принципе, ему нравятся, видимо, какие-то успешные и самодостаточные, и как только он в женщине видит успешные самодостаточности, он, значит, туда переменнулся, да. Если он видит это в бывшей, да, он в ней заинтересован. Если он это видит в тебе, заинтересован в тебе. Вот такое, знаешь, у нас неваляшка. Вот такое у нас неваляшка. Ну, тут какая-то такая ситуация. Ну, давай, значит, посмотрим, что он сексуально интересным есть по отношению, к бывшей своей женщине. Нет, нет. Четвёрка кубков нет. Нет. О, она ещё говорила, что он плохой любовник. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ага. И он через другие женщины ещё пытался доказать, что нет, боже, какой раненый мальчик. Какой раненый мальчик. Поэтому, в принципе, когда я смотрю, есть ли к ней какой-то сексуальный интерес, нет, и больше обиды, что она, видимо, не оценила, да, его. Да. Вот. И, скорее всего, есть ощущение, что у него потом, ну, могло быть, как бы, либо много женщин, либо, короче, он сам что-то пытался себе доказать, потому что не уверен в своей мужской состоятельности. Вот. А ему, правда, говорили, говорили достаточно обидные вещи. Чё, спите спокойно, да, относительно этого человека. Четвёрка жезлов, туз мечей. Вы знаете, у меня действительно ощущение, короче, что вы когда-то прям сломаетесь, да, сломаетесь, потому что вы так и не увидите некую определённость от этого человека, и, скорее всего, может быть, либо как-то переключитесь, либо поймёте, что постоянно, знаешь, там будут призраки бывших подружек, которым он что-то доказывает. Ты просто однажды задашь вопрос, а где во всём этом я? Потому что, когда он тебя просто держит как четырёхлистный клевер, как на удачу, знаешь, вот, а при этом решается проблемы, там, своих личных взаимоотношений, оно такое себе, знаешь, быть чужим подорожником, поэтому, опять же, через какое-то время, я так понимаю, скажешь ему «адьёк». Пусть он дальше, да, занимается своими реваншами, доказываниями, и таки заработает денег, там, на хорошую психотерапию. Вот такая позиция была по третьему варианту. Всё, с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok